Ты солнце моё Если есть порох, дай огня Доброе время суток, уважаемые друзья! В эфире YouTube-канал Sunray – Путь солнца. С вами главный сказочник канала, Великий князь профессор Валерий Коболев. Сегодня мы рассмотрим очередную тему нашей длинной истории отрожествления патриархов с историческими фигурами. Сегодня наступила очередь патриарха по имени Иуда, который ассоциируется у всех, естественно, с каким-то древним еврейским патриархом. Ну, рассмотрим информацию о нём, которая стала доступна сегодня всем, благодаря интернету, благодаря оцифрованию библейских источников, хроник Древнего Египта, хроник Древнего Рима. Арабский хроник, хроник Древнего Булгара. Итак, дорогие друзья, перейдём к рассмотру слайдов и наши комментарии к ним. Итак, дорогие друзья, вот на первых слайдах представлены, в общем-то, канонические представления или стереотипы, навязанные обществу религиозными деятелями иудаизма, христианства и частично ислам. Вот изображение патриарха Иуды, согласно наудийской традиции, и его жены Ли или Лей. С этой стороны справа находится изображение иконы Иуды, Древнего Патриарха, христианского Патриарха. Вот, собственно говоря, нам навязывают такое представление, что должен быть какой-то верблюд вокруг пустыни, красивая иудейская женщина и черный такой семит, который должен быть патриархом. Дальше я покажу, что Лия в реальности Августа, Альбия, Доминика. Ну, смотрите, Альбия, Лия, в принципе, имена очень схожи. Обратим внимание на нашу таблицу патриархов, которая составлена по родовому древу Иисуса Христа и пророка Мухаммеда. 24-й патриарх это Иуда и Аджуб по мусульманской традиции и согласно моей реконструкции истории, которая, в общем-то, которая занимаюсь пару десятков лет, это Каган-Булгар, Будемир или Баламбер, или Балюмар, или Шекер. То есть это в булгарских хрониках этого патриарха называют несколькими именами, схожими друг с другом. Он же, этот Каган, согласно моей реконструкции, Флавий Валент, император Восточной Римской империи. Жили они примерно в одно и то же время, Будемир и Валент, и умерли в один и тот же день и в один и тот же миг в битве между Визготами и Гунами. Итак, сохранились культурные изображения императора Валента. Замечу, что его звали не Вален, как нам рассказывают, а Вален. Скорее всего, даже Вале, потому что вот это окончание, оно связано с императором написанием имен. Также буква В и Б взаимоотождественны в русском языке и при написании латинского и русского языка. Годы жизни его примерно такие. В 320-х годах он родился, в 378-м году умер. Он, согласно Мари, реконструкции сын Криспа и внук Константина Великого. Крисп это старший сын Константина Великого, который был казнен по приказу отца за якобы измену. Затем обнаружилось, что это был заговор с целью устранения конкурента и он не был ни в чем виноват. Итак, император Валент, вот его отец Крисп, вот монета с Валентом Золотой Солид. Согласно Мари, реконструкции, он же Каган Баламбер, то есть, смотрите, имя, что Валент, что Баламбер одинаково называется. Также его звали Бульмар Шеке, оба погибли в одном и том же бою и, согласно Мари, реконструкции, он же патриарх Иуда, Будемир. То есть, Иуда вообще слово происходит не от еврейского какого-то слова, выдуманного, а от слова Русина Руси, так все эти патриархи этнические, Угры, родной язык которых был язык Руси, Русь, Русы. У Русы это великие, то есть, великого языка. Вот. Иуда происходит имя от слова Будемир, Буди, Иуда Буди. Вот такие получаются интересные выводы сенсационные из нашего исследования. Далее. У него жена была Лея. Вот как бы иудейский вариант. Видите, такая скромная еврейская женщина на дороге, которую соблазняет Иуда. Ну, есть такое изображение Альби Доминики. В булгарских хрониках ее называют Туранбика. И с ней связана в общем-то легенда о собственно говоря женщине такой Туран, которая в общем-то прошлым была полубогиня Туран. И вот она как бы ее воплощение. Это что случилось с Кагайном Баламбером и Валентом императором. Они участвовали в одной битве между визгутами Фриде Герна и римлянами, которые фактически были гунами. Гунны в то время были в общем-то частью конфедератами римского войска, а не какими-то непонятными образованиями войсковыми. Было при Андринеополе, видите, вот здесь недалеко от Константинополя была битва. В которой в один день погибли Каган Баламбер и император Валент. И что интересно, тело императора Валента не было найдено, его гибель не была подтверждена, а Каган Баламбер потом был похоронен. Войско возглавляли Баламбер и его сын Арбат. Арбат остался жив и затем станет вождем Моисея и императором Феодористом Великим. Но это уже другая история. В следующий раз мы ее заслушаем. Итак, что мы знаем о Булюмаре Шеке или Будемире? Вот согласно бухгалским хроникам он провел, да, вошел он в легенду русином под именем Будемир, инициировал проведение крупной военной реформы в воскубанитов Болгар. Вот, появились авангард войска Урус Сабан, то есть Великий, который фактически даже без Кальчук или без Лат начинали битву. Он перенес столицу из Эделя, из Итиля, из Поволжья в Карасаклан на Украину и основал ставку Канбалын, который будет называться впоследствии Башту, и затем Киев. Киевский хром, на котором его погребут, далее название в честь его прозвища Шеке, Щековица, они до сих пор есть в Киеве. Ну, Валент второй, или Вален, на самом деле, видите, Вален, вот о нем информация есть, отцовство приписывают Грицану-старшему, но это все выдумки, на самом деле, он сын, и внук, он внук Константина Великого и сын Грибса, Гриста. Что получается, что историки западные так отступают, ну, в их головах не укладывается то, что гуны были частью римского войска и были римлянами, собственно говоря, и булгары были римлянами, они разделяют императора Валента и Кагана Бутемира или Баламбера, но это одно лицо. Вот, соответственно, получается, что вся эта история связана также с патриархом Иудой по нашим предыдущей реконструкции и рассказам, они идут друг за другом, все родственники друг к другу, либо власть и подвиги переходят от отца к сыну, либо от отца к племяннику и затем род возобновляется генетически и это один и тот же род. Поэтому мы сделали вывод, что Будемир, Валент и Иуда это одно и то же историческое лицо. Валент или Будемир управлял восточной частью Римской империи то есть в нее входило Египет, Африка, Палестина, часть Месопотамии, Сирия, Анатолия, Фракия, Черноморская побережья, Кавказ, ну и столица была, естественно, Константинополь. Нам же каноны иудейских богословов и христианских, которые следуют за этими выдуманными канонами, рассказывают, что Иуда в честь Иуды прозвано Иудейское царство, и он здесь правил, и здесь на этой маленькой никому не нужной пустыне территории мизерной, где жило там несколько сот человек пастухов, и сравните, Иуда, который правит сотню пастухов, или Иуда, который правит восточной Римской империи, ну, сравнение не в пользу Иуды, как Иудейского патриарха. Что осталось на сегодняшнем дне от Баламира, Будемира, Валента или Иуды? Осталось, смотрите, в Константинополе до сих пор стоит построенный по приказу Валента и на собранные деньги акведук, который обеспечил поступление холодной кристальной чистой воды горной в Константинополь. Ну, тут проходят дороги, я там много раз ездил на автомобиле, прекрасно сохранился этот акведук. И где был похоронен Иуда или Баламер, Букемир или император Валент, который исчез из Константинополя, его тело исчезло, оно там не похоронено, оно похоронено вот на этой горе в Киеве, которое называется в честь его Щерк. Вот господа, получается наша история и реконструкция религиозной истории говорит о том, что Иуда, Будемир, вождь булгар, гунов и визгодов всех вот этих народов и в том числе народов Византийской империи это вот император Валент и жил в четвертом веке нашей эры и от него остались воспоминания, артефакты, записи в различных хрониках, начиная от арабских, булгарских, римских, европейских. Соответственно, Иуда никакой не еврей, он этнический угр, он один из императоров крупнейшей империи мира, великий человек, который верил, был христианином, верил в приход Христа, был монотеистом и одним из патриархов ветхозаветного христианства, жил он в четвертом веке. На этом мы заканчиваем вещание нашего сочного канала, задавайте вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки или дизлайки. На этом я с вами прощаюсь, с вами был профессор Валерий Кубарев. Всего вам наилучшего. Валерий 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 Хочет по следу одинограмму, сильные насмелые головы сложили в поле в бою. Мало кто остался в светлой памяти в трезвом уме над твердой рукой в строю, в строю. Солнце мое у в в в Субтитры сделал DimaTorzok